Почему? Потому что на самом деле Россия сейчас переживает далеко не лучшую страницу своей истории. Экономика находится в тяжелом положении, высокая безработица. У нас масса проблем, которые мы не можем решить. Более того, скажу, что 5-8 лет назад Россия и русские жили гораздо богаче, чем сейчас. И тем не менее, все произошло наперекор любой формальной логики. Витяна, мне нравится Ваше сравнение с женщиной, которая входит к другому человеку. Да, это как-то картина понятная. Тем не менее, мне кажется, руководство одного такого большого государства наверняка не имеет права вести себя как эмоциональная женщина, которая любит не своего мужа, а кого-то другого. Потому что все-таки быть руководителем самой большой страны в мире, это все-таки значит, что надо быть в состоянии разделить эмоции от рациональных соображений. И я как-то не совсем представляю, что целое руководство Российской Федерации ведет себя как влюбленная женщина, которая уже не руководствуется бюджетными соображениями и так далее. То есть я все-таки как-то уверена, что в этом тоже есть какая-то экономическая составляющая. Не могу представить себе, что это просто эмоции. Политика, она действительно далека от романтизма, здесь даже спорить не о чем. Но не оправдываясь, а просто для объективности картины спрошу. Скажите, а вот начало войны в Ираке, оно... Экономика, это как раз экономика. Да, да. Экономизм и экономика. Экономика, хорошо. Сирия это тоже экономика, да? Сирия экономика, ступер. С одной стороны, да, я думаю, да. Сирия это тоже экономика, да? Ну вот, что касается, что касается все-таки вашего вопроса, может быть вернусь к нему. Скажите, пожалуйста, так вот Майдан и те люди, которые сегодня называют себя властью в Украине, они кто такие? Ни один из них не имеет законных оснований своих полномочий. Ни один. Это я согласна. Да. Так объясните мне, пожалуйста, почему тогда уважаемая Западная Европа и уважаемая Ангель Меркель разговаривают с человеком, который вчера был дворником. Вот я вам скажу именно по экономическим соображениям, потому что Запад хочет сохранять свою сферу влияния в Украине. Вот это экономика, именно то, о чем я раньше говорила, что вот здесь, по крайней мере, то есть правительство, Западноевропейские государства откровенно, в принципе, или более-менее откровенно, просто заступают и защищают экономические интересы. Это, в принципе, факт. Они это могут назвать борьбой за права человека, но, в принципе, мне кажется, каждый человек, который немножко дальше будет думать об этом, поймет, что это не защита от человеческих прав, а это просто экономические соображения. Хотя, может быть, они это так откровенно и не скажут, вы правы, что они скорее будут говорить, что это... Камуфлировать. То, что это демократия, борьба за демократию, но на самом деле это борьба за за экономическую сферу влияния, естественно. Да. Ну, хорошо. Вот какие еще есть вопросы? Я прошу прощения, сейчас... Ну, вот смотрите, Маша, тоже интересное обстоятельство. Жители Крыма захотели жить... А! Жители Крыма не захотели подчиняться Киеву и захотели жить в России. Жители Луганска, Донецкой области, Харькова, они не захотели подчиняться Киеву, но они и не захотели жить в России. Понимаете, в чем разница? И там, и там русскоязычное население. Ну, там люди сказали, что они хотят вернуться в это государство, в другом случае люди захотели создать свое собственное. Да? Это, возвращаясь к вопросу, почему так произошло? Да кто его знает, почему так произошло? И там, и там русские живут в массе своей, и там, и там говорят по-русски. И до 1918 года, до 1918 года, это была территория Россия, а не Украина. Да, ну и там, и там, рано или поздно придется думать об экономических основах. Придется. Потому что создать независимое государство, это не просто... Вот его можно создать в один день, но потом надо подумать, вот как это государство может быть жизнеспособным. Потому что, например, Украина, как независимое государство, на данный момент, насколько я это просто как простой читатель СМИ, понимаю, на самом деле не является жизнеспособным государством. Наверное, да. И это тоже, это большая проблема для всех окружающих стран. То есть, просто так создавать независимое государство, а потом не знать, каким образом создать экономическую базу, это... Ну, просто подытожив, ваш вопрос еще раз хочу обратить внимание. Да, экономика это очень важно. Но экономика не должна занимать собой всего человека. У человека все равно, человек гораздо больше того, чем он питается. Гораздо больше того. Это все-таки духовное существо. И когда сегодня все ставится в угоду экономике, и ради экономической выгоды готовы пожертвовать всем, это очень плохо. На мой взгляд, это как раз явление кризисное. Причем мы поражены в большей степени, заметьте, государства восточной, западной Европы и Россия, и в гораздо меньшей степени государства исламского мира, где традиционные отношения все-таки максимально свои сохраняются. При повышающемся уровне жизненного роста людей, особенно в исконных арабских государствах, да, и при сохранении своей верности духовным основам ислама. Правильно? Да, но я тоже считаю, я тоже, конечно, считаю, что экономика для отдельного человека не должна никогда быть главной целью. Это просто способ для того, чтобы добиваться цели, для того, чтобы, с другой стороны, сохранять какую-то тоже духовную или моральную независимость. Потому что это тоже, как сказать, это тоже способ для того, чтобы преследовать свои духовные цели. Надо, по какой-то степени, по крайней мере, обладать по какой-то степени, обладать же экономической независимостью. И все это, естественно, относительно и условно. Но, тем не менее, от руководства одного государства, это же легко сказать, хорошо, для нас экономика это не так важно. Но потом последствия все-таки выносят население. То есть, если правительство данного государства просто отказывается от экономических соображений, то он пострадает население. Я задам вопрос. Вам предлагается выбор. Либо жить в условии, либо жить обеспеченно, материально, но при этом иметь над собой власть, которую вы не любите, которая не любит вас, где ваши права ограничены, либо жить в другом государстве, где ваше богатство будет меньше, где придется работать больше, но где власть любит вас, вы любите власть, закон вам понятен и принят, и где нет ограничений ваших политических и гражданских прав. Видите, экономика, конечно, экономика, но помимо экономики, есть другие факторы, которые люди учитывают перед тем, как принять решение. Я говорю о референдуме. Все-таки голосовали не дети 4-5 лет, правильно? Которые тоже всегда давали отчет, что будет завтра. Да, да, да. Хорошо, есть ли вопрос еще из публики, пожалуйста, чтобы не все время я... Мы не с Машей додатируем. Да, пожалуйста. Можно? А на каком языке? На каком вы хотите? Хорошо. У нас есть. У меня вопрос, который касается вашего изложения русских идеалов и идеалов русской цивилизации. Вы противопоставили Запад с Россией и привели традиционные русские ценности соборность и государственность. И вы говорили о том, что на этих принципах и эти принципы тоже обоснованы. Ай, просто вас не слышат в кабине, потому что нужно говорить в микрофон, чтобы переводчики слышали. А, умею. Так что, если вам не трудно, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. И просто тогда наши переводчики вас слышат. Иначе они ничего не слышат. Да, я не смогу. Извините. Я только повторю. Мой вопрос. Вы говорили о русских идеалах, исторически обоснованных, исторически развившихся идеалах. И вы сопоставили Запад и Россию. И вы привели к идее соборности, поле департаменту и государственности. И вы это все связывали с вопросом или с утверждением, что русское общество традиционно очень религиозное. И у меня такой вопрос, насколько данные эти идеалы все-таки разделяются множеством граждан России и какие там возможны различия и между поколениями. Вот это первый вопрос. А второй у меня еще есть. А вы оставайтесь здесь только, хорошо? Да, да. Я не могу. Хорошо. Очень, очень интересный и сложный вопрос. Конечно же, бессмысленно полагать, что все население, как солдаты, исповедуют один устав и говорят одни похожие слова. Конечно, такого нет. Люди различные между собой и по интеллекту, и по образованию, и по сфере собственных интересов. Но, как говорил Христос, по делам их узнаете и их. Когда человек готов совершить определенные поступки, которые для него мотивируются совершенно конкретными соображениями, не обязательно спрашивают, заканчивал ли он Саргону, и как часто он ходит в церковь. Главное, что он воспитан в духе определенной культуры. И могу сказать, что Россия за последние 30 лет прошла очень тяжелый путь самосознания. Мы увлекались старыми либеральными ценностями, потом социалистическими ценностями, потом теми ценностями, которые давно уже, скажем, неинтересны даже на Западе, старыми демократическими традициями, наконец пришли в какой-то тупик, из которого можно выбраться только вспомнив, кто ты есть такой. И в этом отношении даже не важно, сколько человек ходит в церковь, сколько миллионов человек ходит в церковь. Главное, сколько человек, сколько миллионов человек хотят жить по тем традициям, которые были созданы нашими предками. Я сразу пользуюсь случаем, хочу сказать, что когда речь идет о христианской цивилизации в данном случае, нельзя воспринимать мои слова как декларацию торжества, превосходство христианства над другими расповеданиями. Это есть лишь констатация факта, что я родился в определенной семье, в определенной нации, в определенном государстве, в определенной культуре. И я им принадлежу. Когда человек говорит, мой папа самый лучший, я его люблю, это не значит, что он тем самым, ребенок хочет оскорбить всех других отцов. Он просто проявляет свою любовь к своему отцу. Точно так же, в таком же контексте говорю я. Что касается духовности, я хотел бы сказать, что и Запад далеко не бездуховен. Отмечу одну интереснейшую деталь. Мы же довольно часто ездим по Германии и Австрии, и вот в любом городе, даже в маленьком или в большом, везде в кирхе мы видим постамент с перечнем солдат, погибших за Родину в Первой и Второй мировой войне. В каждом. Я могу сказать, что в России нет такого. К сожалению. Почему это происходит? Да потому, что и на Западе до сих пор понятие жертвы во имя чего-то другого, во имя кого-то другого, до сих пор составляет высший идеал, высший подвиг любого человека. А у меня еще другой вопрос. Вы говорили о русских ценностях, идеалах. И в первую очередь вы упомянули, это одна из главных ценностей, это сохранение творения. Значит, сохранение мира, созданного Богом. В этой связи, я уверена, что и на Западе каждый подтверждает, что это действительно важная ценность. Но с другой стороны, конечно, поднимается вопрос экологии и борьба за сохранение творения. И в этой связи, мне кажется, в данной области, конечно, и в России, и на Западе мы очень далеки еще от такого идеального состояния. И мне кажется, что несмотря на разные различия, мы должны были бы иметь в виду и то, что нас объединяет в современном мире. И мне кажется, что в данной области это не специфический русский идеал и русская ценность. А может быть, вы показывали исторически развитые различия из цивилизации, религий и так далее. Но, может быть, стоило бы, может быть, больше подчеркнуть те проблемы, которые нас все-таки объединяют и которые мы не можем лишить сами. Ни россияне, ни европейцы. Я с вами совершенно согласен и добавлю два слова. Во-первых, это, на мой взгляд, далеко не единственная точка приложения наших совместных усилий. Мы можем найти массу других вопросов, где у нас мнения совпадают, мнения тождественные. Почему я и призвал под конец перестать спрашивать, в чем мы отличны друг от друга, кто лучше, кто хуже, а вспомнить, что нас объединяет и попытаться все-таки вместе решать общие проблемы, которые для нас, для всех актуальны. И второе, это то, что касается, в частности, экологии. Маша, возвращаясь к вопросу об экономике. Когда человек не знает границ своего потребления, для него все остальное становится ничем. В идеальном типе, ну, в худшем смысле слова, в идеальном смысле слова, говорили большевики. Была такая чудная фраза времен моего детства. Не ждать милости от природы, а взять ее у нее, вот наша первая задача. Я думаю, что сейчас экологи все в гробу перевернутся после таких слов. Да, молодцы Богу. Сегодня, я боюсь, что это уже стала фраза принадлежать не только Советскому Союзу, но и многим другим. Кстати, вот помню, удивительная статистика. США потребляют порядка... Я ничего не имею против США, я в данном случае просто констатирую факты. США потребляют порядка 40 всех полезных ископаемых, добываемых на земном шаре, и им принадлежит порядка двух третей всех выбросов грязных веществ, которые происходят на земном шаре. Если это назвать демократией или экологией, ну, я тогда, наверное, Ангелем Меркельсом. Спасибо большое за эту очень интересную дискуссию, спасибо большое за Ваш доклад. Просто дело в том, что нам теперь надо уже освободить это помещение, потому что сейчас придут другие студенты, которые, опять же, будут пользоваться кабинами, чтобы упражнять синхронный перевод. И так что вот если у Вас вопросы к докладчику есть, тогда прошу Вас просто обратиться с Вашими вопросами уже после окончания. Итак. Я, уважаемая Маша, уважаемые коллеги, я еще раз хочу Вас поблагодарить за возможность выступить в этом замечательном университете, за то, что мы так открыты, честно, говорили о тех проблемах, которые сегодня стоят перед нами. Я заранее прошу прощения, если каким-то образом кого-то обидел своими жесткими словами. Ну, надеюсь, все-таки до этого дела не дошло. Если у Вас возникают вопросы, то можете смело обратиться ко мне на личную почту, либо на сайт bizantolog.ru. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы и желаю Вам всего самого-самого лучшего. И, надеюсь, до следующей встречи. Спасибо.